Николай Басков и Оксана Федорова. Главный блондин влюбился в «Мисс Вселенную», а, если бы эта сказка была правдой, когда их роман только закрутился, многие обсуждали эту пару и радовались, что они наконец-то нашли свое счастье друг в друге. Но как только выключались камеры, чувства между Басковым и Федоровой угасали, а потом этот роман и вовсе замяли. Леди Гага и Брэдли Купер. В 2018 году вышел фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером. Во время пиар-компании фильма начались слухи о романе актеров, особенно после того, как Брэдли расстался с Ириной Шейк. Гагу даже окрестили «разлучницей». Однако позже Леди Гага призналась, что историю о романе с Купером они сами и придумали для привлечения внимания к фильму. Егор Крит и Дарья Клюкина. Многие поклонники шоу «Холостяк» с самого начала сомневались в искренности чувств Егора и Дарья. Дело в том, что девушка уже участвовала в предыдущем сезоне, поэтому некоторые посчитали, что она преследует свои цели. Крит выбрал модель в конце шоу, но их отношения быстро закончились. Дарья вышла замуж за директора канала ТНТ. Шейлин Вудли и Тодд Джеймс. Был ли роман между главными героями серии фильмов «Дивергент»? Фанаты с неохотой поверили в роман между Шейлин Вудли и Тодд Джеймсом. На публике звезды намекали на близкие отношения, но толком ничего не комментировали, нагоняя интриги. Впоследствии стало ясно, что все эти намеки были лишь частью рекламной кампании проекта. Дима Билан и Елена Кулецкая. Многие сомневаются, а были ли эти отношения настоящими? Билан обещал жениться на Елене, если выиграет Евровидение. Однако после победы он перестал обращать внимание на Кулецкую. Они оставались вместе некоторое время, но потом Елена призналась, что их отношения были только для пиара. Эштон Качер и Бриттани Мерфи. Фильм «Молодожены» заставил зрителей гадать, а есть ли отношения между его главными звездами, Эштоном Качером и Бриттани Мерфи. Но их пиар-роман быстро закончился. После смерти Мерфи в 2009 году Качера никто не мог упрекнуть в фальшивых чувствах, скорбел он взаправду. Мила Кунис и Джастин Тимберлик. Актеры начали свои отношения на съемках фильма «Секс по дружбе». От них требовалось изобразить немного страсти на светских мероприятиях, чтобы подогреть интерес к проекту, и они с задачей справились. Однако после проката фильма их «Роман» тихонько закончился. Тимати и Катерина Сафарова. Еще одна пара с шоу «Холостяк», в которую не поверили, но после «Романа» девушка стала в разы популярнее. Рэпер часто появлялся с моделью в обществе, но их связь закончилась, возможно, из-за окончания контракта. Для Катерины это точно было на пользу. Она получила больше подписчиков в сетях. Дима Билан и Юлия Волкова. Очень многие поклонники певцов сразу не поверили в их «Роман», потому что ну настолько они разные. Так в итоге и оказалось. Просто и Дима, и Юлия в то время готовились к отбору на «Евровидении», где должны были выступать в паре, вот и решили закрутить «Роман», пусть и поддельный. Зато их все обсуждали. Дима Билан и Юлия Волкова.